Сегодня этот счастливчик опять выиграл в букмекерской конторе. Завтра он летит в путешествие. Все просто. Вчера он получил правильный прогноз от Gold Live. Gold Live. Правильные прогнозы. Мы слышали исполнение итальянского гимна. 11-й футболистам сборной Италии помогал весь стадион. Английские болельщики здесь тоже в Турине присутствуют, но, конечно, на фоне домашних, они здесь явно в меньшинстве. С Уругваем и с Коста-Рикой англичане сыграли ниже своих возможностей. В итоге вместе с Италией уже на групповой стадии по ее завершению покинули Бразилию. Правляющий английский футбол выступает за Саут Гемптон. Вернул себе место в воротах сборной Италии. Он не выступал в Болгарии. Сегодня он старт. Не представил я бригаду арбитров после этой атаки. Судья из Германии обслуживает эту встречу. Феликс Брых. Удар поворотом очень грузил английского голкипера. Матео Дермиан сыграл на своего партнера по полузащите. Посмотрите, какой классный резанный уставе итальянцы. Это самый сильный соперник, который англичанам доставался после чемпионата мира в Бразилии. И вот перспективная атака. И Эдер, который мог открывать счет, если бы мяч прошел мимо защитника Эвертона. Ну а разогнал эту атаку при помощи Килини. Матео Дермиан. И внешней стороной стопы вырезал мяч. Дори. Подача. Вот момент. Нюх на выбор позиции потрясающего этого футболиста. Вот именно при угловых. И посмотрите. Мальдив Юрий мяч потерял. И вот пошла передача на направлении Тео Волкота. Волкот бьет, но есть помеха на их. В следующих английской сборной посмотрите, какой роскошный перевод руни. Волкот очень мягко первым касанием мяч обработал. И смещает. Здесь же Бануччи. Еще один центральный защитник. Подача. Нет, все-таки высоковато она получилась. Для Бануччи, насколько я понимаю. Но Италия продолжает наседать. Удар в дальний угол. Прекрасный мяч. Причем забит головой в ворота англичан. Ну, собственно говоря, неудивительно, что его автором является Грациано Пеле. Италия. Счет вверх и Мобиле на скамейке начинает эту встречу. Нет ли офсайда? Нет. Чистый гол. Ух, как здорово перевел. Едва с заметным касанием. После подачи Джорджио Киеллини открыл счет в матче к Пеле. Просто дьявольской точности удар. Посмотрите, куда мяч полетел после контакта с головой 20-го номера. Да, здесь карту ловить кроме воздуха было абсолютно нечего. 1-0. Отбор на половине поля соперника осуществили хозяева. И хороша передача в направлении Матео Дармиана. Полузащитник Торино делает передачу в штрафную площадь. Выход к воротам. И мяч едва. Ну, а кто здесь добавлял поворотом? Сейчас посмотрим. Матео Дармиан сыграл замечательно. Отличное первое касание в исполнении итальянца. А вот затем сказал Джо Харт. Прекрасная игра вратаря англичан. Ладно, об этом позже. И удар поворотом. Ну что ж, это первый удар. Подача. Скидка Кейну. Тот возвращает мяч Руни. Руни еще дальше. Удар поворота. Мяч коснулся вратаря. Будет угловой или на этом разойдутся. Здорово здесь все разыграли англичане. И Вейн Руни. Мяч. И пока еще не смог отличиться в отборочном турнире. Вот момент у Руни. Нет, неудача. Смотрим повтор этой атаки. Киран Гибс. Подача. И посмотрите, как здорово. Прямо в ногу Руни вложил мяч. Защитник Арсенала. Ну, а затем удар метров с девят... Левоногие футболисты в основном играют на левом фланге обороны. Харри Кейн. Прострел. И удар в касание. Но безуспешно. Уже два отличных момента. Было в распоряжении Руни. Два момента. По сумме которых он мог вполне себе догнать Гарри Линекера в списке бомбардиров. Мы видим, произошла смена лидера в матче. И чаще стали позиционно даже итальянцы атаковать. Киран Гибс справляет мяч на левый фланг. Майкл Каррик. Передача штрафную площадь. Не очень точно. И снова Ранокки. Таунсен бьет поворотом. Гол! Прекрасная игра высшего на замену полузащитника. Вот, собственно говоря, он сейчас исполнил тот удар, который не смог исполнить Вейн Руни. Андрес Таунсенд. Из района радиуса штрафной площади в дальнюю... И вот выход один на один. Но Руни сегодня... Посмотрите, снова Гибс. Снова Гибс стал автором вот этой констатировать. Кайл Бокер неаккуратно сыграл защитник Тоттенхэма. И пошли вперед итальянцы. И Мобили. Ну-ка, нет. Антонелли бьет Паскес. Антонелли, собственно говоря, и разогнал эту комбинацию. Успел. Успел сыграть на опережение полузащитник Палермо. Вот, пожалуйста, техника пасса. Она действительно в полном порядке. У Голу сделав голубую передачу. Как раз после навеса стерлинга отличился Харри Кейн. А вот здесь Рос Баркли ведет атаку своей команды. Но очень очевидная передача. Удар в ближний. На пути у нападающего сборной Англии. Моментально среагировал на эту ситуацию Кейн. Посмотрите, как крутанул мяч. Делает передачу в штрафную площадь. Выход к воротам. И мяч едва. Ну, а кто здесь добавлял поворотом? Сейчас посмотрим. Матео Дермиан сыграл замечательно. Отличное первое касание в исполнении итальянца. А вот затем... ...сказал Джо Харт. Прекрасная игра вратаря англичан. Ладно, об этом позже. И удар поворотом. Ну что ж, это первый удар. Подача. Скидка Кейну. Тот возвращает мяч Руни. Руни еще дальше. Удар поворота. Мяч коснулся вратаря. Будет угловой или на этом разойдутся? Здорово здесь все разыграли англичане. И... Вейн Руни. Мяч. И пока еще не смог отличиться в отборочном турнире. Вот момент у Руни. Нет, неудача. Смотрим повтор этой атаки. Киран Гибс. Подача. И посмотрите, как здорово. И смещает. Здесь же Бануччи. Еще один центральный защитник. Подача. Нет, все-таки высоковато она получилась. Для Бануччи. Насколько я понимаю. Но Италия продолжает наседать. Удар в дальний угол. Прекрасный мяч. Причем забит головой в ворота англичан. Ну, собственно говоря, неудивительно, что его автором является Грациано Пеле. Италия. Счет. Реймобиле на скамейке начинает эту встречу. Нет ли офсайда? Нет. Чистый гол. Ух, как здорово перевел. Едва с заметным касанием. После подачи Джорджио Киеллини открыл счет в матче к Пеле. Просто дьявольский точности удар. Посмотрите, куда мяч полетел после контакта с головой 20-го номера. Да, здесь Харту ловить, кроме воздуха, было абсолютно нечего. 1-0. Отбор на половине поля соперника осуществили хозяева. И хороша передача в направлении Матео Дормиано, полузащитник Торино. Сегодня этот счастливчик опять выиграл в букмекерской конторе. Завтра он летит в путешествие. Все просто. Вчера он получил правильный прогноз от Голд Лайв. Голд Лайв. Правильные прогнозы. Мы слышали исполнение итальянского гимна. 11-й футболистам сборной Италии помогал весь стадион. Английские болельщики здесь тоже в Турине присутствуют. Но, конечно, на фоне домашних, они здесь в явном меньшинстве. С Ругваем и с Коста-Рикой англичане сыграли ниже своих возможностей. В итоге вместе с Италией уже на групповой стадии по ее завершению покинули Бразилию. Вправляющий английский футбол выступает за Саут Гемптон. Вернул себе место в воротах сборной Италии. Он не выступал в Болгарии. Сегодня он в старте. Не представил я бригаду арбитров после этой атаки. Прямо в ногу Аруни вложил мяч защитник Арсенала. Ну а затем удар метров с девят... Левоногие футболисты в основном играют на левом фланге обороны. Харрикейн, прострел и удар в касание. Но безуспешно. Уже два отличных момента было в распоряжении Ируни. Два момента, по сумме которых он мог вполне себе догнать Гарри Линекера в списке бомбардиров. Мы видим, произошла смена лидера в матче. И чаще стали позиционно даже итальянцы атаковать. Кернгив справляет мяч на левый фланг. Майкл Каррик. Передача в штрафную площадь. Не очень точно. И снова Ранокки. Таунсен бьет поворотом. Гол! Бол! Прекрасная игра высшего на замену полузащитника. Вот, собственно говоря, судья из Германии обслуживает эту встречу. Феликс Брых. Удар поворотом очень грузил английского галкипера. Матео Дермиан сыграл на своего партнера по полузащите. И посмотрите, какой классный резанный уставе итальянцы. Это самый сильный соперник, который англичанам доставался после чемпионата мира в Бразилии. Вот перспективная атака. И Эдер, который мог открывать счет, если бы мяч прошел мимо. Защитника Эвертона. Ну, а разогнал эту атаку при помощи Килини. Матео Дермиан. И внешней стороной стопы вырезал мяч. Дори. Подача. Вот момент. Нюх на выбор позиции потрясающего этого футболиста. Вот именно при угловых. И посмотрите. Мальдив Юрий мяч потерял. И вот пошла передача на направлении Тео Волкота. Волкот бьет. Но есть помеха. На следующих английской сборной посмотрите, какой роскошный перевод руни. Волкот очень мягко первым касанием мяч обработал.